Беседа двадцать вторая. Что мне и тебе, Жену, еще не пришел час мой? Глава вторая, стих четвертый. Первое. В поучении есть некоторый труд, что показывает и Павел, когда говорит «достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Первое послание к Тимофею, глава пятая, стих семнадцатый. Но от вас зависит сделать этот труд и легким, и тяжким. Если вы будете отвергать наши слова или, не отвергая, не будете исполнять их в делах своих, то этот труд будет для нас тягостен, как труд напрасный и тщетный. Если же вы будете внимательны к нашим словам и покажете то в самих делах своих, то мы и чувствовать не будем трудности в поучении. Плод, происходящий от этих трудов, не даст и заметить тяжести их. Поэтому, если хотите возбудить в нас ревность, не угасить и не ослабить ее, покажите нам, прошу вас, плод, видя цветущие нивы, питаясь надеждою изобилия и надеясь на будущее свое богатство, не изнемогали в этих благих занятиях. Вот и сегодня нам представляется немаловажный предмет. Когда мать Иисуса сказала «Вина нет у них», Христос отвечал «Что мне и тебе, жена? И еще не пришел час мой». Между тем, после таких слов, Он сделал то, о чем говорила мать. Предмет этот не менее прежнего требует исследования. Итак, призвав того, кто сотворил это чудо, приступим к решению вопроса. Не здесь только сказано «не пришел час». Евангелист и далее замечает «но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Глава 7 стих 30. И в другом месте «и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Глава 8 стих 20. Также пришел час «прославь сына твоего». Глава 17 стих 1. «Я собрал здесь все эти изречения из всего Евангелия, чтобы на все дать одно решение». Какое же? Христос говорил «не пришел час» не потому, что подлежал закону времени, и не потому, чтобы в самом деле наблюдал известные часы. «Нужно ли это было Творцу времен и Создателю веков?» Но этими словами он хочет показать, что все делает в свое время, а не вдруг. Так как отсюда могло бы произойти смешение и беспорядок, если бы, то есть, каждое дело свое, он совершал не в надлежащее время и смешивал все вместе. Как то и рождение, и воскресение, и суд. Так замечай, надлежало произойти твари, но не всей вместе, человеку с женою, но не обоим вместе. Надлежало роду человеческому быть осужденным на смерть и быть воскресеньею, но между тем и другим расстояние времени большое. Надлежало дать закон, но не вместе с благодатью, а то и другое устроить в свое определенное время. И так условиям времени сам Христос не подлежал, потому что Он и установил сам порядок времен, Он и Творец их. Но Иоанн, приводя здесь слова Христа «не пришел час мой», показывает, что в то время Он был еще не всем известен и не имел полного сонма учеников. Ему последовал только Андрей, а с ним Филипп, а кроме их никто другой. «Да и они не знали Его, как должно, ни даже мать Его, ни братья». Уже по совершении многих чудес Евангелист заметил о братьях Его, ибо и братья Его не веровали в Него. Глава 7, стих 5. «Не знали Его и присутствовавшие на браке, иначе они в нужде сами обратились бы к Нему с просьбой. Потому Он и говорит, не пришел час мой. Меня еще не знают присутствующие, они не знают и того, что не достала вина. Дай им сперва почувствовать это. Да об этом и не от Тебя мне надлежало бы слышать. Ты моя мать, и потому Ты само чудо делаешь подозрительным. Она надлежала бы самим нуждающимся обратиться ко мне с просьбой. Не потому, чтобы я в этом нуждался, но чтобы они с большим доверием приняли этот случай. Видящий себя в нужде, когда получит то, что ему нужно, остается после того многоблагодарным. А кто еще не чувствует нужды, тот не почувствует вполне и живо, и самого благодеяния. Для чего же, сказав «не пришел мой час» и таким образом отказав, Он, однако, сделал то, о чем говорила ему мать? Для того особенно, чтобы людям, прикословящим и считающим его под условиями времени, достаточно показать, что он не подлежит времени. Если бы он подлежал, то как бы он сделал то, что сделал, когда еще не пришло надлежащее для того время? Он сделал это также и с почтения к матери, чтобы не показаться во всем ей противоречащим или немогущим этого сделать, и чтобы тем не постыдить свою мать в присутствии такого множества людей, а она привела к нему и слуг. Подобным образом он говорил и хананьянке, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 26. Однако ж после таких слов даровал ей просимое, преклоненный ее неотступностью. Сказал также «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Но и после этих слов исцелил дочь этой женщины. Второе. Отсюда научаемся, что хотя бы мы были недостойны, однако неотступными молениями можем сделать себя достойными получить просимое. Потому и мать надеялась, и слуг привела с той целью, чтобы просьба была от большого числа людей. Потому она присовокупила, что скажет он вам, то сделайте, стих 5. Она знала, что он отказывал не по немощи, но по смирению, и для того, чтобы не подать мысли, будто он сам слишком спешит к совершению чуда, потому и слуг привела. «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха». Стихи 6 и 7. Евангелист не без цели заметил по обычаю очищения иудейского, а для того, чтобы кто-либо из неверующих не подозревал, что в сосудах были остатки вина, и поэтому, когда была влита и смешана с ними вода, то составилось некоторое самое слабое вино. Потому евангелист и говорит по обычаю очищения иудейского, показывая тем, что в сосудах тех никогда не хранилось вино. Палестина – земля безводная, и там не во всяком месте можно находить источники и колодези. Поэтому евреи всегда наполняли сосуды водою, чтобы не бегать на реки, когда они делались нечистыми, но иметь под рукою средства для очищения. Но почему он не сотворил чудо прежде, чем сосуды были наполнены водою, что было бы гораздо удивительнее? Иное ведь дело – изменить готовое вещество только по качеству, иное – произвести само вещество из ничего. Конечно, это удивительнее. Но для многих показалось бы не столь вероятным. Потому-то Христос нередко добровольно уменьшает величие чудес, чтобы только удобнее они могли быть приемлемы. А почему, скажешь, он не сам произвел воду и потом обратил ее в вино, а приказал влить ее слугам? Опять по той же причине. И для того, чтобы сами черпавшие воду были свидетелями чуда, и чтобы оно нисколько не показалось призраком. Если бы кто-либо стал бесстыдно отвергать это, то слуги могли бы сказать «мы сами черпали воду». Кроме того, он ниспровергает этим чудом и возродившиеся противные церкви учения. Есть такие, которые говорят, что существует некоторый иной создатель мира и что видимое не им сотворено, а каким-то другим враждебным ему Богом. Это лжеучение манихея. Обуздывая такое безумство, Христос большую часть чудес своих творил из готовых веществ. Если бы Создатель мира был враждебен ему, то он не стал бы пользоваться чужими делами для доказательства собственного могущества. Так и теперь. Чтобы показать, что он сам, тот, кто прилагает воду в виноград и обращает в вино дождь через корень винограда, что в растении совершается через долгое время, в одно мгновение он делает это на браке. Затем, как скоро слуги наполнили сосуды водою, он говорит им «теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшийся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему «всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Стихи с восьмого по десятый. Опять и здесь некоторые посмеиваются, говоря «там было собрание людей пьяных». Вкус у ценителей уже был испорчен, и они не способны были ни понимать, ни судить о том, что тут делалось. Таким образом, они не могли распознать, вино ли то было, или вода, а что они были пьяны, это высказал сам Архитриклин. Правда, это очень смешно. Но Евангелист уничтожает и такое подозрение. Он говорит, что не гости высказывали свое мнение о случившемся, но Архитриклин, который был трезв и еще не пил ничего. Вы ведь знаете, что те, которым поручается распоряжение на таких пиршествах, более всех бывают трезвы, потому что имеют только одно дело — все устроить чинно и в порядке. Поэтому для засвидетельствования чуда Христос и употребил трезвое чувство Архитриклина. Он не сказал, наливайте вино возлежащим, а сказал, несите к Архитриклину. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха. Почему же он не пригласил слуг? Таким образом открылось бы и чудо. Причина та, что и сам Иисус не открыл совершившегося чуда, а хотел, чтобы сила его знамений была познаваема не вдруг, но помалу. А если бы оно в то же время было обнаружено, то рассказу слуг о нем не поверили бы, но подумали бы, может быть, что они не в своем уме, так как приписывают это дело тому, которого тогда многие считали человеком обыкновенным. Сами слуги, конечно, знали это дело хорошо по собственному опыту и не могли не верить своим рукам, но уверить в том других не имели возможности. Поэтому и сам Христос не всем открыл случившееся, а только тому, кто лучше других мог понять это, представляя точнейшее познание о чуде будущего времени. По совершении других чудес и это должно было сделаться достоверным. Так, впоследствии, когда он исцелил сына царедворца, евангелист в повествовании об этом дает разуметь и то, что и это чудо тогда уже сделалось более гласным. Царедворец потому особенно и призвал Иисуса, что узнал, как я говорю, об этом чуде. Это и объясняет Иоанн, когда говорит, «Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино». Глава 4, стих 46. «Да и не просто в вино, а вино самое лучшее». 3. Таковы-то чудеса Христовы, что их произведения оказываются гораздо лучше и превосходнее тех, которые совершаются природой. Так и в других случаях. Когда Христос исправлял какой-либо поврежденный член тела, то делал его лучше членов здоровых. А что произведенное из воды было действительно вино и при том самое лучшее, об этом могли засвидетельствовать не только слуги, но и архитриклин, и жених. А что оно произведено было Христом, это могли подтвердить слуги, черпавшие воду. Таким образом, если бы и не открылось чудо в то время, то не могли молчать о нем впоследствии времени. И так Христос много необходимых свидетельств оставлял на будущее время. Что Он притворил воду в вино, на это Он имел свидетелями слуг, а что это было вино хорошее, на то свидетели архитриклин и жених. Вероятно, жених отвечал что-нибудь на слова архитриклина, но евангелист, поспешая к делам важнейшим, коснулся только самого чуда, а прочее миновал. Нужно было, конечно, знать, что Христос притворил воду в вино, но что сказал жених архитриклину, присовокуплять это евангелист не почитал нужным. Между тем, многие чудеса, будучи сперва мало известны в подробностях, с течением времени стали более известны, потому что были рассказаны во всех своих подробностях людьми, бывшими вначале очевидцами их. Но как в то время Иисус притворил воду в вино, так и тогда, и ныне не перестает прилагать нравы людей, слабых и рассеянных. Есть, есть, говорю, люди, ничем не отличающиеся от воды, так они холодны, жидки, ни в чем не тверды. находящихся в таком состоянии людей, наш долг приводить к Господу, чтобы Он благоволил нравом их сообщить качество вина, чтобы они не рассеивались, но приобрели постоянство на радость себе и другим. Кто же это такие холодные люди, как не те, которые много занимаются делами настоящей жизни, которые не презирают наслаждений этого мира, любители славы и власти. Все это потоки, никогда не останавливающиеся, но постоянно, с большой устремительностью несущиеся в бездну. Сегодня богатый, завтра нищий. Сегодня является сглашатаем на колеснице в сопровождении множества жезлоносцев, а на другой день нередко поселяется в темнице, уступая и против воли другому это самопрельщение. Таким же образом преданный роскоши и присыщению, как бы ни наполнял своего чрева, даже на один день не может удержать в себе этого запаса, но с испражнением его принуждается собирать новые запасы, не различаясь таким образом ничем от потока. Как в потоке. Едва минует одна струя, за ней выступает другая, так и здесь, и склевает одна пища, и нам нужна другая. Таково свойство житейских вещей. Они никогда не останавливаются, но всегда текут, и одна за другою увлекаются. Что же касается до удовольствий сластолюбия, то они не только текут и проходят, но еще приносят нам много тревог. Когда им предаются с увлечением, то они и крепость тела ослабляют, и душу лишают мужества. И не так сильное течение рек размывает берега и обрушивает их, как сластолюбие и присыщение подрывает все опоры нашего здоровья. Пойди в больницу и спроси об этом. Там узнаешь, что отсюда происходят почти все болезни. Умеренная и простая трапеза мать здоровья. Так называют ее и врачи, признавая здоровым не наедаться до сыта. Умеренность в пище, говорят они, и есть здоровье, а пища скудная мать здоровья. Если же умеренность в пище источник здоровья, то явно, что присыщение источник болезни и недугов, и рождает такие страдания, которые превышают и само искусство врачей. И действительно, боли в ногах, боли в голове, в глазах, в руках, дрожание всего тела, удары, желтуха, продолжительные острые горячки и многие другие болезни, теперь не время перечислять все, обыкновенно рождаются не от воздержания и благоразумного образа жизни, а от объедения и присыщения. Если же хочешь знать и болезни души, отсюда рождающиеся, то увидишь, что любостяжание, разврат, уныние, леность, любострастие и все непотребства отсюда ведут свое начало. Души людей, питающихся такими трапезами, ничем не лучше ослов, так терзают их эти звери. Говорит ли еще о том, сколько скорбей и неприятностей получают преданные присыщения? Всех их исчислить невозможно. Покажу все в одном и самом главном. Они никогда с удовольствием не наслаждаются своим столом, даже самым роскошным. Воздержность мать как здоровья, так и удовольствия, а присыщение источник и корень как болезней, так и неудовольствия. Где присыщение, там не может уже быть охоты к пище, а где нет охоты, там может ли быть удовольствие. Поэтому между людьми бедными мы находим таких, которые не только благоразумнее и здоровее богатых, но и больше их имеют веселье. Обо всем этом размышляя, будем убегать присыщения и пьянства не только за трапезой, но и при всех житейских обстоятельствах. Вместо того, будем лучше искать наслаждений духовных. И по выражению пророка утешайся Господом, утешайся, говорит он, Господом, и он исполнит желание сердца твоего. Псалом 36, стих 4. Чтобы нам вкусить издешних и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Продолжение следует...